Всем привет, это Бостон, и только что на тестовый сервер вышел новый герой, черный дракон. Зовут его Чонг, это боец, класс нападающий урон. Так, пассивка. Чонг применяет на цель 10 единиц эссенции Ша каждый раз, когда наносит урон. При достижении 60 единиц эссенция Ша высвобождается, нанося 50 плюс 65 дополнительных физической атаки, плюс 2% от потерянных здоровья цели в качестве физического урона каждые 0,8 секунды. То есть почти каждую секунду он будет наносить урон, пока не поглотится вся эссенция Ша. Чонг получает 25 скорости передвижения и 25 вампиризма от навыков. То есть он накопил вот эти вот, по идее, энергию, надо посмотреть, как будет работать в игре, и получает бафы и наносит урон. Давайте дальше. Первый скилл Чонг наполняет силой свой плащ и превращает его в оружие. После небольшой задержки плащ начинает атаковать ближайших врагов, нанося своим заостренным краем 400 плюс 250% дополнительных физической атаки единиц физического урона. Блин, а я думал, чего у него оружия никакого нету, так у него есть плащ. Чем-то похож на плащ Доктора Стрэнджа. Враги, которые находятся в центре области, получают только 40% урона. То есть прямо, если в нем, по идее, стоять, то урона будешь получать меньше. А так дохренища. Ладно, смотрим следующий скилл. Захват души. Чонг высвобождает душу дракона, нанося 150 плюс 100% физической атаки единиц физического урона всем врагам впереди и замедляя их на 40% на 1 секунду. Описание я научил одну девушку этим движением. Что? А-а-а. Это, наверное, он про Ван-Ван. Чонг высвобождает душу дракона, нанося 150 плюс 100% и дополнительной физической атаки единиц урона всем врагам впереди и замедляет их на 40% на 1 секунду. Чонг может движением притянуть к себе врагов, пораженные душой дракона. То есть мы будем притягивать врагов этим скиллом. При контакте с Чонгом они получают дополнительно 120 плюс 80% дополнительной физической атаки единиц дополнительного физического урона. И будут еще оглушены на 0,4 секунды и немного отброшены назад. То есть мы ее используем, если они контактируют с нами, они еще дополнительный урон получают. Интересно. Так, следующий. Следующий скилл. Чонг прыгает в определенное место и со всей силы приземляется на землю. Вскоре враги, попавшие в зону эффекта, будут подброшены на 180-90% физической атаки и получат 1 единиц физического урона. Ну, подбрасывание уже неплохо. И подброшено, типа, как у Гвеневры, да, наверное, будет работать. Надо будет смотреть в игре. Так, ну, походу, у него пока все скиллы заточены на то, что с ним рядом вообще опасно находиться. Он будет тебя в любом случае либо пассивкой бить, либо еще какую-то хрень, либо подбрасывать и так далее, либо притягивать. И теперь смотрим ульту. Так, Чонг превращается в черного дракона. Да, он все-таки превращается в черного дракона. Начинает подготовку. Вплоть до 5 секунд он игнорирует препятствия эффекта контроля, а также отталкивает врагов на пути, нанося 150 плюс 50, дополняет физические атаки, физического урона. Когда Чонг возвращается в человеческую форму, то попадает подостаточный эффект Леони Черного дракона, который усиливает навыки Чонга на 10 секунд. То есть вот эти навыки, они будут еще усилены после использования ульты. Ну что, давайте в тренировку, и там будет все более понятно. Начнем с пассивки. Что у нас делает пассивка? Мы атакуем и накладываем вот эти единицы США. Вот этот пассивный эффект, как только мы их наложили, мы начинаем наносить продолжительный урон. Если мы их обновляем, то продолжительный урон продолжается наносить. То есть мы можем просто бегать вокруг, а можем наносить урон при этом, атакуя. И по идее мы еще должны отхиливаться. Давайте проверим. Так. И когда убьем? Да, и когда убиваем, мы отхиливаемся на 25%. То есть у него встроенный скилл убийцы получается. Убиваем. Интересно. А если ему скилл этот убийцы сделать, то он вообще будет отхиливаться на какие-то бешеные хп. То есть против него обязательно нужно будет собирать антихил. А если мы соберем дополнительно еще топор кровожадности. Так. Раз, два, три, четыре, пять. Начинаем наносить урон. И в это же время, да, и топор кровожадности дает нам хил. Да, мы так отхиливаемся от топора кровожадности, а когда убиваем, еще больше отхиливаемся. Вот это круто. Причем мы наносим урон только тем противникам, на которых висит наша метка. А вот соседним, на которых наши метки не висит, мы не наносим. Давайте посмотрим. Вот здесь будет одна метка висеть, а вот здесь вот пять меток. Мы наносим урон. Пока нету пяти меток, короче, мы урон наносить продолжительно не будем. Как только появляется пять меток, мы именно этой цели с метками наносим продолжительный урон. С соседним целем мы урон не наносим. Вот такая вот интересная пассивка. Отхила от нее очень много. Возможно, будут фиксить. Ну, скорее всего, будут фиксить. Пока кажется какой-то лютый имбой. Так, первый скилл плащ. Воу! Очень круто. Выглядит очень круто. То есть мы используем первый скилл, и он наносит урон всем, кто находится рядом, и вешает на них метки. То есть такой своеобразный урон по площади. Так. Ну, с этим разобрались вроде бы. Причем в центре урона будет нанесено меньше. И второй скилл. Ага. И используем на них второй скилл. О, они за мной притягиваются. Вот это крутяк. Давайте еще раз попробуем. То есть мы их поражаем этим скиллом, и затем их за собой притягиваем. Вот это круто. И они притягиваются все при этом. Обалдеть. Прикольно. Так, ну давайте посмотрим подбрасывание Гвеневра, как работает. Ага. То есть подбрасывание Гвеневра только с задержкой. А что если они уйдут из этого? Патрулирующий, давайте. Допустим, посмотрим, что будет. Допустим, вот мы видим, кто там, кто-то идет. Ага. И отсюда можно убежать. То есть вот из этой области, вот от Гвеневры, убежать не получается. А из этой области получается убежать. Ну а что если, допустим, использовать вот этот скилл, плюс притягивание? Раз. Два. Воу-воу-воу. Вот это комбинация. Не знаю, насколько это будет просто в реальной игре применить, но пока выглядит круто. То есть мы подбрасываем, за собой притягиваем, а вот сейчас не получилось. То есть еще раз. Прыгаем, притягиваем и подбрасываем. Ну что ж, давайте посмотрим на ульту. Что же делает ульта? Небольшой эройдец применения. Воу-воу. Вот это штука. И он, главное, им сложно достаточно управлять, и мы превратились прям в дракона. У нас другие скиллы. У нас усилились скиллы. Ни хрена себе. Не знаете, мне ульта напомнила из Овервотча у Ханза. Вот это вот, когда он из лука стреляет. Обалдеть, такая красивая ульта. Давайте еще раз попробуем. Обычный бот, обычный бот, обычный бот. Вылетели. Мы всех отбрасываем при этом. Воу. Так, а как вот эта вот комбинация будет работать? Допустим, так. Жестненько. То есть у нас усиливаются все применяемые заклинания после использования ульты. Давайте попробуем последний раз ее использовать. В таком драконе мы можем пролетать через стены. Управлять им не так просто, кстати. Вот этим дракончиком управлять не очень просто. То есть я вот чуть-чуть... Он не так просто управляется. Чем-то похоже на управление, наверное, движения Джонсона. Больше. То есть он управляется не совсем понятно. Может быть на клавиатуре не так просто управлять? Ну выглядит... Я не знаю, он мне почему-то одновременно... И ульту Ханза... Это как будто совместили, короче, ульту Ханза из Overwatch. А потом он превращается в Diablo из Diablo 2. Просто такой Diablo, короче, бегает. Подбрасывая всех. Вот радиус подброса стал намного больше. Ну, по-моему, охренительный герой. По сборке... Ну, наверное, это точно будет топор кровожадности. Ну, пока он мне прям... Ну, очень нравится. Блин, охренительный. А, интересно, он вот урона много получает под ультой? Давайте попробуем, насколько он урона много получает под ультой. Сейчас попробуем под башню подлететь. Он урона вообще не получает. То есть пока он находится в ульте, он урона не получает. То есть можно, грубо говоря, залететь куда-нибудь под башню. Или прям в замес залететь, там всех оттолкнуть. Потом превратиться в Диабло и всех раскореначить. Просто всех раскореначить. Ха-ха-ха-ха-ха. Вот это герой. Ну что, вот такое первое впечатление. Мне герой очень нравится. Посмотрим, как его будут фиксить, как его будут изменять. Но пока он выглядит очень круто. Переходим к остальным новостям обновления. Анонсировали новый скин на Каю. Жуткая плеть. Будет доступен 27 апреля за 599 алмазов. Как всегда, скидка в первую неделю 30%. Бесплатные пробные герои с 24 апреля по 1 мая. Алиса, Хилос, Ланселот, Госсен, Ангела, Валир и Фаша. А дополнительно для звездных участников. Кармила, Виксана, Лолита, Москов, Тамус и Карина. Не мог пройти мимо новостей о ревампе Лисунсина. По ходу мунтоны решили, что они немножко перестарались с Лисунсином и фиксанули его. Убрав иммун контролю при использовании первого скилла. Но за место добавили хп реген. Также немного снизили урон со второго скилла вблизи. И с него убрали хп реген. По пассивке также урон снижен. Но зато первые два удара будут считаться как критические. То есть будут получать бонусы от предметов. Типа ярости берсерка. Харли. Харли теперь убийца маг. Это все новости по Харли. Переходим к предметам. Фиксанули господство льда. Теперь его пассивка не будет стакаться. А то была какая-то жесть, когда все пять героев собирали господство льда. И у героев противника скорость атаки снижалась до минимума. Инфоблок. Изображение статуи на Иксборга. Которое будет доступно для звездных участников июня. Ревампнутые модельки Карины и Лейлы. Готовится новый ивент. С огромной кучей скинов. Подробности пока неизвестны. Также появился концепт нового скина на Ланселота. По слухам он из той же героической серии, что и Бруно. И концепты нового скина на Ангелу. На этом все. Спасибо за просмотр. Подпишись на канал, если еще не подписан. И пока-пока. Субтитры подогнал Игорь Негода.